Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательный мой коллега, журналист, главный редактор лучшего радио Цвизильбер, а по скайпу с нами известный израильский писатель, публицист Давид Шехтер. Давид, мы тебя тоже рады видеть, рады приветствовать. Я тоже, спасибо. Взаимно. Друзья, тема, которую я хотел с вами обговорить, сегодня обсудить, я бы так сказал, и осудить, может быть, даже каким-то образом. Коронавирус, я помню, как мы две недели назад говорили в этой студии о том, что какое безобразие у нас 20 случаев, зафиксированные за двух, извините за это слово, из-за двух придурков. А теперь у нас за сутки уже ближе к 400, я думаю, что вот-вот у нас будет и больше. Уже появились красные города, Бенеминок, Фарсаба, Кахаф-Яир, есть оранжевые и прочее. В воскресенье на заседании правительства премьер-министр заявил, я его процитирую, не постесняюсь. Мы не намерены вводить этим летом никаких ограничений, а вы идите и вакцинируйтесь. Мы будем продвигать маски вместо ограничений и вакцинации вместо локдаунов. Давид, ты меня простишь, я сегодня начну с ЦВИ, а не с тебя, как обычно. ЦВИ – это позерство или непонимание того, что происходит на самом деле? – Значит, давайте возьмем, например, Сингапур. Сингапур объявил, что у нас две трети населения вакцинированы, поэтому с данного момента все карантины отменяются. Мы будем относиться к коронавирусу точно так же, как мы относились к гриппу, как мы относимся к гриппу. Мы не будем каждый день публиковать статистику заразившихся, сколько было сделано тестов. Мы будем публиковать только, сколько у нас тяжелобольных, сколько у нас человек в реанимации под аппаратами ИВЛ, а все остальное, все карантинные меры – это на ваше усмотрение. Хотите носить, хотите не носить, открываем авиапространство, летайте куда хотите, делать что хотите, нормализуйте экономическую деятельность. Мы, все, что от нас требовалось, мы сделали, две трети населения мы вакцинировали, и на этом, товарищи, все, спектакль окончен. И я думаю, что в этом решении есть очень большой рационал. И мы сегодня в Израиле немножко забыли, с чего все начиналось. Начиналось все с того, что нам сказали. Корона – это не грипп, потому что она может распространяться по экспоненте, и наступит такой момент, когда наша система здравоохранения не будет справляться. У нас не будет достаточно реанимационных палат, у нас не будет хватать аппарата ИВЛ, у нас не будет ситуаций, в какой была Италия в самом начале эпидемии, год назад, когда было больше, год с чем-то назад, когда просто им приходилось выбирать, кого спасать, кого нет. У кого больше шансов выжить, того спасать, а у кого меньше шансов, того отключали. Вот это была главная угроза от коронавируса. Если мы посмотрим на статистику, то в тяжелом состоянии у нас было, кажется, 24 человека. Может быть, я ошибаюсь на одного-двух. Этот показатель никоим образом не может поставить под угрозу нашу систему здравоохранения. Теперь по поводу числа заболевших. Заболевают у нас в основном люди непривитые, то есть это молодежь и подростки, которые переносят заболевание в легкой форме. И, в принципе, после того, как они переболели, у них остается довольно крепкий иммунитет, и это доказали последние исследования, которые были опубликованы в Америке, что иммунитет очень сильный образовывается, особенно если потом еще его дополнить одной дозой Пфайзера. Это вообще чуть ли не пожизненный иммунитет. Поэтому здесь я не вижу никаких причин для паники. Заболевают ли вакцинированные люди? Заражаются, то есть не заболевают, заражаются. В какой форме они переносят это заболевание? Ну, в основном, конечно, тоже бессимптомно или в легкой форме. То есть состояние средней степени это как бы такой наихудший вариант. И поэтому я действительно думаю, что пока паниковать нечего. И у этого есть еще одна причина, что Пфайзер, которым у нас вакцинировано, в принципе, возрастная группа 50+, 95% вакцинирована, то есть это вот та самая группа риска. Окей, все там, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями и так далее. И пока, судя по всему, значит, вакцина держит удар от вот этого дельта штамма. Потому что, поскольку у нас в мире вакцинация идет очень медленно, а эпидемия закончится, когда мы провакцинируем большую часть из 7 миллиардов человек, то все время есть такая опасность, что все равно вирус, который мутирует практически при каждой передаче, где-то 3 нуклеотида мутирует при каждой передаче, и вирус, конечно же, пробует разные варианты, и, возможно, появится мутация, которая будет резистентна к вакцине, то есть наоборот, то есть вакцина не будет вырабатывать антитела, то есть эти антитела не будут работать, иммунитет не будет работать против этого штамма, такая опасность пока есть. Но такого штамма еще пока не появилось. Поэтому пока можно сохранять оптимизм. Потому что, если такой штамм появится, то, конечно, нам будет требоваться новая вакцина, новая вакцинация, все сначала, все с нуля, вот тогда. Я уже говорю, это какой-то лямбда в вакцине. Не вакцине, лямбда в вирусе. Ну вот пока еще можно сохранять оптимизм. Если, не дай бог, появится штамм, против которого вакцина Pfizer будет иметь низкую эффективность, я думаю, что нам об этом сразу скажут, то тогда надо начинать волноваться, вот тогда надо считать, сколько у нас заразившихся, и закрывать страну на локдаун, закрывать аэропорт. А пока я не вижу никаких причин для паники и пессимизма. Давид, вот Цви очень мудрый человек, он умеет читать чужие мысли, он в данном случае прочитал мои мысли, я как раз хотел сегодня поговорить именно о сингапурском варианте, я только позволю немножко его Цви поправить. Там говорят о том, что с коронавирусом можно научиться жить, и как они пишут, я процитирую, ключ к облегченному подходу к пандемии очень простой. Высокий уровень вакцинации и обязательное ношение масок всеми и всюду, и социальная ответственность, например, соблюдать правила гигиены и держаться подальше от скопления людей, когда они чувствуют себя плохо, чтобы снизить уровень передачи инфекции. Конец цитаты. Вот для Израиля подобного рода рекомендации выполнима, на твой взгляд. Ну, во-первых, по поводу Цви, он не просто работает на лучшем радио, он лучший комментатор лучшего радио. Поэтому он, естественно, читает мысли, он почел... Я могу пойти еще дальше, но я не буду. Он почел и мои мысли, я совершенно с ним согласен, что паниковать нечего, но у нас паника нагнетается, у нас истерика нагнетается совершенно правильно и искусственно. Вот мы сегодня записываем... Сейчас я скажу. Сегодня, в четверг, мы записываем эту передачу. Вчера, в вечер, в среду, все центральные телеканалы израильские начали свои главные новостные выпуски. В 8 часов вечера сообщение о продолжающемся усилении тенденции к увеличению числа больных. И говорили об этом 20 минут каждый канал. А госпожа министр внутренних дел даже заявила, что она намеревается закрыть аэропорт Бен-Гуриона, хотя это означает де-факто закрытие границезали, поскольку есть у вас еще один рамон возле Илата, там и депо пропускная способность, количество рейсов, которые туда прибывают, они по сравнению с тем, что происходит в Бен-Гурионе, просто минимальные. То есть нам пытаются все время сказать сейчас, что мы находимся в разгаре, есть большая опасность. Но как ты слушаешь специалистов, они говорят совершенно иное. А специалисты говорят, что да, есть какая-то тенденция, но все это опасным станет через 2-3-4 недели. Самый главный критерий сейчас это количество тяжелых больных, а их количество не меняется, количество подключенных к аппаратам не меняется. То есть все это на самом деле будет, потому что нет никакой вспышки и из 68 тысяч ежедневных проверок менее половины процента оказываются за женами. То есть на самом деле ничего нет, а обстановку нагнетают, что да, есть. Почему? Это чисто политическое решение. Нынешнее правительство хочет создать вот такую ситуацию, зная, что ничего нет. нас пытаются убедить, что таки да, есть. А потом нам скажут, вот мы победили корону, была третья волна короны, а наше правительство, оно ее сумело убедить. Поэтому, собственно говоря, нам запретили выходить без масок в общественных местах, но больше ничего не делают, потому что на самом деле и маски надевать тоже не нужно было. наше туристово, оно понимает, что силенок у него мало, функционирует оно плохо, прошло всего лишь две недели после создания коалиции, и эта коалиция с трудом функционирует. И поэтому прицел любой ценой хочет добиться хоть каких-то результатов и хоть какого-то успеха. И вот эта вот ситуация с короной, они пытаются сказать, что вот не только бей, 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 спас по страну, но и мы, и мы хымко-люды, и мы спасли. Хотя я скажу честно, я от этого нашего нового появится ничего такого, никаких достижений не ожидаю. Классники пришли люди неопытные, непрофессиональные, не лже-премьер-министр, не лже-премьер Беннетт, он лже-премьер, истинный пример Тагир Лапис, он всем крутит. Этот человек не имеет даже образования, он закончил школу среднюю, больше ничего, он даже в техникуме не учился, даже в колледже он не учился. Мы были недовольны, что одна министерство не считала Чехова, а он-то считает, что Дульсинея это лошадь Дунки-Хохова. Давид, ну мы говорим о коронавирусе. Да, не секундочку, но это тот человек, который должен принимать решение по поводу короны. Поэтому я, если он в чем-то преуспеет, я буду очень рад, я буду, я буду еще приятный сюрприз, но есть в этом прелесты один человек, который может достичь большого успеха, я от него жду такого успеха, и он обязан добиться успеха, он обязан исполнить то, что он обещал своим избирателям, это я имею ввиду Виктора Либермана, который очень справедливо на всех последних выбранных компаниях говорил, что он сумеет повысить вот это вот пособие из битвовых людьми, то есть из удовольствованного страхования для тех, кто не имеет пенсии, он добился повышения до уровня минимальной заработной платы. Это на самом деле огромное дело, потому что мы знаем, что сейчас сотни тысяч людей, которые работали... Давид, Давид, ну опять о другом, мы уехали от коронавируса. Это очень важный момент, они показываются бесплатой, Либерман сейчас имеет где-то все у тебя в руках причаги, если он этого добьется, я очень надеюсь, что он этого добьется, то он обеспечит сотням тысяч людей достойную старость, и, кстати, мы, ребята, тоже подходим к этому возрасту, к этому... А когда люди живут, у них действительно будет достойная старость. Давид, спасибо, но я позволю все-таки тебя поправить немножко. Ты сказал, что правительство у нас ничего не делает, кроме рекомендации носить маски. Носить маски, да. Ввели систему штрафов, пять тысяч за то, что... Я процитирую. Въезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным административным правонарушением, привлечет за собой штраф в размере пяти тысяч. А также еще один штраф, три тысячи пятьсот для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус. У меня к тебе вопрос. Такого рода меры способствуют тому, чтобы не распространять коронавирус? Ну да, но эти меры должны компенсировать вот этот бардак, который существует в аэропорту Бен-Гуриона, ну практически с самого начала эпидемии. И все про этот бардак знают. Но даже министр внутренних дел говорит, что это все выпущено, но никак не реализуется. Ну, на самом деле я просто удивляюсь, что за год пытались все министерства финансов, в министерство транспорта, в министерство здравоохранения, пытались, никто ничего не сделал. И мне очень понравился вот этот эпизод, который был на прошлой неделе, что сказали, значит, да, надо проверять, чтобы не ездили в красные страны через третьи страны. То есть человек летит, я на Кипр, а потом оттуда раз и в Россию или в Индию, да, по иностранному паспорту. И типа надо проверять печати, надо проверять печати в паспортах. Хорошо, надо, все проголосовали, будем проверять печати в паспортах. Но это же значит физически, да, паспорта у всех толстенные, да. Это физически надо, значит, это все полистать и посмотреть даты. Ну, конечно, я думаю, что такая проверка занимает где-то минут 10, наверное, да, одного человека. И кто должен это делать? Ну, сказали, а вот пускай полиция. Полиция говорит, вы что, мы при чем тут, мы там будем находиться, в стерильной зоне? Нет, это должно делать Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения говорит, мы при чем, мы не знаем ваши печати, мы не умеем проверять визы. Это должно делать МВД, иммиграционная служба, прямо на паспортном контроле. МВД подумала, подумала, говорит, нет, это все-таки должна делать полиция, а не мы, это не наша функция. И, в общем, так они делегировали друг другу, да, и до сих пор не решили, кто должен это все дело проверять. Ну, вот так примерно оно все и делалось. Вот эту зону, где проводят тесты на коронавирус по возвращении, я не очень понимаю ее смысл. Потому что человек, который прилетает, у него уже есть с собой тест, который он сделал за 72 часа до прилета. Во-первых, во-вторых, человек прилетел, предположим, он заразился, за 72 часа он заразился, да, предположим. И он приходит туда, сдает анализ, после чего его выпускают на улицу. Совершенно верно. Он идет в поезд. То есть пока пойдет результат этого теста, то есть никакого смысла в этом тесте проводить его в аэропорту, я не вижу. Но был тендер, выделен бюджет, бюджет выиграла компания, которая, причем это была такая-такая гордость Мири Регги, что она открыла эту зону проведения. Но сегодня ее уже не хватает, потому что если уже туда всех загонять, то значит, теперь, наконец, разделили, красные страны будут прилетать в первый терминал, а зеленые страны будут прилетать в третий терминал. Ну, хоть как-то, да, потому что раньше вообще все вместе смешивались и все могли друг друга заразить и так далее. Ну, конечно, можно сказать, что тоже в красном терминале те, кто заболели, заразят те, кто еще не заболел, да, но, по крайней мере, в любом случае уже как-то риск снижается, да. Прилетает человек, садится в такси, да, ну вот, предположим, человек заразился, да, ну вот он заразит одного таксиста, да, а таксист не должен сидеть в карантине. А человек едет прямо домой сидеть в карантине, да. Ну, я не знаю, ну, конечно, это все очень дырявенько, это все очень дырявенько. Карантинные гостиницы получить практически невозможно. Тебе говорят, иди, 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 не морочь голову, иди, иди. Я хочу, я должен сидеть в карантине, у меня нет условий, вы должны дать гостиницу. Иди, иди, любезный, иди. Я знаю некоторых людей, которые специально прилетают в Израиль, чтобы отсидеть в карантине, в Тель-Авиве, в гостинице, на берегу моря. Иди, вот охрана-то писали ситуацию, человек вернулся из России, и он бегает по аэропорту, и ищет там кого-нибудь ответственного, у кого можно попросить вот эту карантинную гостиницу. Говорят, ну как же, я же должен уйти в карантин, а мне никто ничего не говорит, я ничего не знаю. И вот этот бардак, в конце концов, должен быть прекращен. Вот просто потому, что это бардак, и его быть не должно. Это такая энтропия, такой хаос, на который накручивается все остальное. Пока у нас такая энтропия там, у нас не будут носить маски, у нас не будут соблюдать социальную дистанцию, не будут избегать мероприятия, будут есть в красные страны, и все, и так далее, и так далее. И это будет первый экзамен к новому правительству, я к нему тоже отношусь довольно скептично, но все-таки я даю им немножко больше кредита, чем мой коллега Давид Шехтер. Посмотрим, сумеют ли они там навести порядок. Давид, к тебе один вопрос тоже по этому поводу. Глава МВД Айеля Тшакет, о котором мы сегодня уже вспоминали, она предлагала на заседании правительства утвердить запрет на выезд за границу в течение 12 месяцев для тех, кто нарушает запрет на карантин и выезжает в красные страны. Ей отказали в этом? Правильно сделали? Или действительно требуются и такого рода меры? Смотрите, еврейский народ, он народ вольнолюбивый. Мы очень любим кататься, мы очень любим ругаться между собой, мы любим спорить. Не забывай, что еврейский народ очень сообразительный и знает, придумает, как обойти эти законы. Да, 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 я к тому приведу, что ты придумаешь один карантин, а они придумают другой. Я уже знаю, даже тут объясняли по телевидению, как можно избежать всех этих проверок. Ты когда летаешь в аэропорт Бенгуренов, достаточно написать в документе неправильный номер ТУДАЗУ, то есть подозрение личности, ошибиться на одну цифру. Ты проходишь этот контроль, тебе, как правило, спрашивают номер ТУДАЗУ, не требуют его показать. А ты говоришь, что тот ТУДАЗУ неправильный, который написан в этом документе, тебе делают тверку, она плохая, показывается, а искать тебе негде, поскольку все неверно. То есть, и это уже нашли способ, как обойти. То есть, против дома нет приема, говорят, но все-таки мы живем в ситуации, когда нужно что-то сделать, нужно какие-то жесткие меры. Да, мы все либералы, там мы все демократы, там мы все за то, чтобы человек был абсолютно свободен, но мы живем в ситуации пандемии, когда речь идет не просто о правах человека, а о праве человека на жизнь. На жизнь это самое главное право, поэтому нужно какие-то жесткие меры ввести, поэтому я тут совершенно согласен с этим. Но вопрос там, какие меры, потому что просто меры вводить, которые любой сумеет объехать по кривой, не имеет никакого смысла. Нужно продумать, нужно вывести такие меры, которые будут действенными. А для этого нужно либо подготовиться, либо иметь опыт, а ни того, ни другого, унышнего предоставления, не было подготовки и нет опыта. Да, написал Беннетт книжку целую «Как бороться с короной», но я что-то не вижу, чтобы он эту книжку использовал на практике. Так что давайте подождем, опять же, я даю кредит некий, я не очень верю, что он будет долго существовать, но все-таки я хочу посмотреть несколько месяцев, что он сможет сделать. Я, опять же, говорю, я буду очень сильно и приятно удивлен, если они сумеют каких-то результатов все-таки... Поскольку до сих пор то, что они сделали, это была их главная цель – убрать Бенемина на Тонягу. Остальное их просто не интересовало. Сейчас они на цели добились, и они даже не знают, а что делать дальше. Мы сели в кресло, а что делать? Есть даже очень известная такая статистическая программа, в Бензаре самая популярная, замечательная страна, у них была даже целая сцена на ту тему, как они все приходят в кабинет, кабинет министров, садятся и говорят, ну Бенеду, а что мы будем делать? Вот это вот Тонуя есть. Они не знают, что делать, это наша пида. Увы, мы полтора года под коронавирусом, и хотя вроде бы что-то научились делать, но оказалось, что это не достаточно. Вот у нас сейчас министр здравоохранения и министр транспорта, вот они, скажем так, представители самого прогрессивного человечества, которые за все хорошее и против всего плохого. Ну вот пусть они для начала покажут, что они могут навести порядок в аэропорту. Ну вот для начала. Дай бог, дай бог. Хотелось бы продолжить эту мысль, но не буду, уже времени нет. Спасибо, Давид, спасибо ЦВИ, спасибо вам, друзья, что были с нами, всего самого доброго. Но будьте здоровы и соблюдайте меры ограничения, то, к чему призывают, и то, что в наших руках. Спасибо. Спасибо.